Добрый день, уважаемые земляки! На сегодня у нас заболевших коронавирусной инфекцией 321 человек. Из них, если распределить территориально, в городе Элисте 204 человека, в Черноземельском районе 18, в Ешелтинском 34, в Экибрульском 14. Всего у нас охвачено эпидемическими проявлениями 10 административных районов республики и города Элиста. Те цифры, которые назвал, они включают и тех больных, которые уже выздоровели и находятся уже дома. Если мы посмотрим по возрастам, то у нас по-прежнему преобладают люди активного возраста среди заболевших. Это у нас от 30 до 50 лет 31,1%. Это старше 50 лет 50-64 года 29%. И часть пенсионеров это старше 65 лет 15% среди больных. По источнику инфекции в основном у нас заболевают все-таки люди, близко общавшиеся с больным. Это члены семьи и те коллеги или друзья, с которыми происходило все-таки более плотное общение. Мы пока не видим путей заражения, которые при мимолетных каких-то общениях, на улице и в других местах. Все-таки это близкий круг больного. По формам заболеваемости у нас также преобладают бессимптомные и легкие формы. Если мы посмотрим более подробно, бессимптомные у нас 31,2% и легкая форма почти 20%. Итоги они вместе занимают почти 51%. От больных это легкие бессимптомные формы. Со средней чажестью у нас 44,5%. А если мы посмотрим по клиническим формам, то среди заболевших с признаками УРВИ, бронхиита, трахииты, так называемыми катаральными явлениями, составляет 23% среди заболевших. Пневмония по-прежнему занимает почти четверть среди заболевших. Если вы помните, две недели назад у нас доля больных с пневмонией ковидной составляла 22%, то на сегодняшний день мы увидим относительный рост. И на сегодня больных с пневмониями составляет 24,7%. Все-таки незначительный рост есть. Но судя по выступлениям мэра Москвы Собянина, которому он отмечает, что за последние две недели у них идет рост больных с пневмониями. Больше 50% больных поступает с пневмониями. Поэтому на сегодняшний день здравоохранение меняет тоже тактику, вносит изменения. И в первую очередь они готовятся, конечно, к поступлению тяжелых больных. Темпы прироста у нас составили 10,6%. Мы видим относительный тоже рост. Он составлял 7,5% две недели назад. Поэтому успокаиваться, уважаемые граждане, у нас нету оснований. Сейчас мы проводим большую организационную работу по переводу экономики в работе в условиях эпидемии, развивающейся от инфекционной заболеваемости. Как вы знаете, президент Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно. На сегодняшний день мы рассмотрели несколько проектов по выводу отдельных секторов экономики на работу. Мы предъявляем жесткие требования к осуществлению своей деятельности. На сегодня мы рассматривали такие виды деятельности, как продажа стройматериалов, продажа семян и рассад. Это работа парикмахерских, как мы говорили. Это работа предприятий нефтегазовой промышленности. Это предприятия, в основном это бюджетные учреждения, обеспечивающие работу среднего и малого предпринимательства, центр поддержки предпринимательства Минэкономики. В первую очередь мы, конечно, разрешаем те виды работ, которые проводятся на свежем воздухе. Это продажа металлов, прием металла там, где можно соблюсти смело социальную дистанцию. И по мере ослабления эпидемических проявлений мы будем рассматривать остальные предложения и давать рекомендации. Что касается, опять же, вопросов по высокому уровню заболеваемости. Если мы посмотрим все-таки на статистику, мы видим, что в районах республики заболеваемость связана с завозными случаями. Там мы, так называемые, эпидемиологи называют это очаговой заболеваемостью, там мы купируем вспышки семейные заболевания, групповые. Что касается города Элисте, это самый большой удельный вес, у нас 204 заболевших из 321, я повторюсь. Хочу еще раз сказать, что город Элиста у нас, в принципе, имеет такую же практически плотность населения, что и в Астраханской области, и в Ставропольском крае и так далее. Поэтому заболеваемость у нас не сильно отличается от соседей по развитию, по темпам прироста. На сегодняшний день мы также видим негативные тенденции развития заболеваний в ряде Кавказских республик. Та же самая Северная Республика, Северная Осетия, где после многочисленных митингов, где присутствовало больше 2000 человек, они получили резкий рост заболеваемости. Можно сказать, что на сегодняшний день у них развивается по негативному тренду. Поэтому еще раз я хочу обратиться к нашим жителям. Режим самоизоляции – это тот, один из немногих мероприятий, которые могут соблюсти именно гражданское население, не медики и не группы риска. Открыты ли, да? Да, хоть как. Мы смогли переломить тот негативный тренд развития эпидемии. Если бы не режим самоизоляции, нас ждала бы катастрофа по типу Италии, Франции и США. Поэтому те граждане, которые проявляют самосознательность, ушли в самоизоляцию, соблюдая те рекомендации медицинских работников, органов власти. Это является гражданской сознательностью. Это говорит о том, что люди думают не только о себе, но и о других, о своих близких. Спасибо. У них были тяжелые сопутствующие заболевания. У одного из погибших был сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Второй пациент, который погиб, у него было сопутствующее заболевание в виде тяжелого поражения печени. То есть изначально данные пациента соматически были тяжелые. И сейчас таких больных поступает в достаточном количестве. Что я могу сказать о том, что сейчас происходит? За выходные дни, которые праздничные сейчас, я проехал 4 района республики. Встречался с коллективом медицинских работников, с теми, кто работает в госпиталях, в Ешелкинском районе, в Городовиковском, Экибурульском, Приютницком. Разговаривал с главными врачами, с главами районов. И если в среде медицинских работников есть четкое понимание о том, что надо делать, как надо делать, как поступать, то, к сожалению, проезжая многие населенные пункты, по пути своего следования должен отметить, что настороженность населения не выдерживает никакой критики. Я понимаю, что начались весенние полевые работы. Я понимаю, что сейчас действительно, как говорится, весенний день год кормит, но так нельзя относиться, потому что сейчас прирост нам начинает довольно серьезно давать именно районы. Именно районы начинают давать нам прирост весьма значительный. Поэтому прошу жителей в первую очередь районов республики. Если, скажем так, в городе человек в маске никого не удивляет, и большинство населения должно дать, конечно, есть случаи, когда и довольно часто, когда мы видим, что по улицам ходят без масок, но в районах республики увидеть человека в маске – это уже редкость. И это касается повсеместно. Я даже не буду выделять, но несмотря на то, что работает громкоговоритель, несмотря на то, что сотрудники полиции предупреждают, но в районах республики, к сожалению, особенно в малых населенных пунктах, не районных центрах, в районных центрах еще хоть как-то соблюдается, но в малых населенных пунктах, проезжая через которые я вчера, я сплошь и рядом видел такие картины, когда на лавочке сидят по 5-6 человек без всякой там социальной дистанции 4 метра, абсолютно без масок. Видел детей, играющих огромными группами в степи на поляне, и тоже ни у кого из них не наблюдал масок. Уважаемые жители, если так будет продолжаться, ну, конечно, пока мы справляемся, оборот коек, вводим новые госпиталя, открыли Яшкуль, готовим к открытию приютное, открываем республиканскую больницу, но возможности медиков не безграничны, и силы у них, конечно, истощаются. Поэтому, уважаемые жители, от вас сейчас зависит то, как будет продолжаться эта эпидемия дальше. Что еще могу сказать? Ну, я неоднократно слышу заявления от своих знакомых и незнакомых людей, что в Калмыкии в связи с низкой плотностью населения будет какой-то особый сценарий. Уважаемые друзья, вы лучше меня знаете, что низкая плотность населения в республике Калмыкия – это понятие статистическое. Если разделить количество нашего населения на количество квадратных километров, мы, безусловно, получим, что у нас там один человек на три с лишним квадратных километра. Но мы же не стоим друг от друга на три километра в степи, и не живем так неделями, месяцами. Абсолютное большинство населения сконцентрировано у нас всего в 14 населенных пунктах. Это 13 районных центров и город и листа. И здесь скучность населения наиболее большая. А учитывая то, что мы маленькая нация, маленькая народность, мы, конечно, тут почти все друг к другу родственники, друзья, знакомые, и привыкли тесно общаться между собой, ходить друг к другу в гости. Всех мы знаем, все наши одноклассники, здесь все наши сослуживцы, родня и все прочее. Поэтому количество контактных в таких республиках, как наши, это показывает и опыт Дагестана, и Северной Осетии, по сравнению с большими мегаполисами, именно количество личных контактов превышает во много раз. Поэтому говорить, что мы здесь какие-то особенные, у нас какой-то будет особенный сценарий развития эпидемии, к сожалению, не приходится. Скорее, обратная реакция. Мы привыкли общаться, мы привыкли встречаться. И поэтому сейчас, именно сейчас, нужно продержаться еще. Продержаться еще и дать возможность для того, чтобы не получить массовое заражение. В соцсетях ко мне поступило несколько обращений, не в соцсетях, а на сайт пришло, в Инстаграм. Одно из первых обращений, да, по поводу оказания хирургической помощи больному, находящимся в инфекционном отделении. Я связывался с хирургами РИС больницы. По срокам они говорят, что дренажи удалять надо рано. Сегодня они должны прийти на консультацию и удалить дренажи послеоперационному больному. Просто существуют оптимальные сроки удаления данных вещей. И вне зависимости от того, где человек находится, он получит соответствующую медицинскую помощь. Так что это произойдет сегодня. Также было обращение от жителей Элисты. Один из пациентов, ешалтинцев, находится в довольно тяжелом состоянии в инфекционном госпитале, у нас с тяжелой сопутствующей патологией. Я его лично знаю, этому, можно сказать, товарищ с детства. Поэтому, конечно, буду следить за состоянием его здоровья. Это касается жителя именно Ешалты. Не буду озвучивать персональные данные, потому что в эфире это делать нельзя. Ну, безусловно, возьму на заметку, тем более, что знаю человека лично. Также было обращение в Инстаграм на страницу от работников, которые работают в поселке Троицком. Действительно, в Троицком и то отделение, которое там открыто, несет на себе колоссальнейшую нагрузку. К сожалению, по федеральным нормативным актам оно не попало в выплаты как инфекционный госпиталь. Но я сегодня же официально поручаю главному врачу республиканской больницы представить мне штатное расписание тех сотрудников и ту нагрузку, которую они там несут. Также количество отработанных часов каждого сотрудника. И я официально заявляю, уважаемые медицинские работники, которые работают в Троицком и действительно работают на передовой по-настоящему, без всяких там условностей, и количество больных, которые они там выявляют и распределяют, действительно заслуживает восхищения. Поэтому я в любом случае, даже если они попадут под федеральную выплату, изыщу дополнительные средства, либо от главы республики обращусь к нему, либо из средств УМС, но мы найдем и поощрить, чтобы они получили, по крайней мере, не меньше тех людей, которые работают в инфекционных госпиталях. Это, коллеги, я заявляю вам официально. Ну, больше чего-то такого добавить серьезного нет. Мы продолжаем, опять-таки я говорю, что нельзя расслабляться. Мы продолжаем терять людей, мы продолжаем загружаться тяжелыми больными, потому что, сами понимаете, человек, поступивший с пневмонией, тем более с коронавирусной пневмонией, он не может выписаться за 10 дней. Он находится на больничной койке гораздо больший срок. И количество больных заполняется. Я благодарен медикам Яшкуля и благодарен администрации Яшкульского района, которые приняли на себя сейчас большой удар, открыв там 50 коек инфекционного госпиталя, которые сейчас активно заполняются. И благодаря этому мы получили время для того, чтобы создать нормальный госпиталь, безопасный как для сотрудников, так и для медиков на базе инфекционной больницы. Я вчера осматривал госпиталь, который готовит приютненский район. Там тоже подошли очень ответственно. Я провел беседу и встречался и с городовиковцами, которые активно работают, и с ешалкинцами, и с егбурульцами. Везде, везде медики и главы районов относятся с большим пониманием к проблемам возникающим. И никто сейчас не жалеет ни средств, ни сил, ни своего времени для того, чтобы спасать людей. Но очень много зависит люди от вас самих, от того, как вы сейчас проведете эти майские праздники, от того, как вы будете, насколько у вас хватит сил и терпения для того, чтобы находиться в режиме самоизоляции. И от этого во многом будут зависеть результаты, которые мы получим по окончании эпидемии. Поэтому ситуация именно такова, какова и есть. В районах, встречаясь с людьми, я часто начал слышать разговоры о том, что подумаешь, коронавирус, ничего страшного. Это происходит от того, что в районных больницах остаются в основном на лечении люди, которые госпитализированы с легкой формой. Полежали две недельки, повалялись на кровати, ничего не делая, выписались и идут домой, рассказывая себе и соседям, что ничего страшного в этом коронавирусе нет. Уважаемые друзья, вы должны понять один простой факт, что в районных больницах мы оставляем только легкие формы заболевания. И поэтому у кого-то из вас может сложиться ложное представление о том, что ничего тяжелого нет. Для того, чтобы понять, насколько все тяжело, необходимо посмотреть то, что делается в инфекции, то, что делается в госпитале на базе наркологии и то, что делается сейчас в Яшкуле. Огромное количество тяжелейших больных, тяжелейших больных, которые задыхаются, которым нечего дышать. Поэтому, уважаемые друзья, коронавирус это страшно. Коронавирус на самом деле сложно. И нужно беречь себя, своих близких, особенно тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Оградите своих родственников, у которых есть хронические сопутствующие заболевания, от контакта в первую очередь. Именно они, самая высокая группа риска, именно они тяжелее всего переносят заболевания. Спасибо за внимание. Мы готовы с Жаном Горниковичем отвечать на вопросы. Новые заболевшие из числа контактных или это новые очаги? У нас есть и то, и другое. И из числа контактных, которые продолжают выявляться в результате работы Роспотребнадзора, наших сотрудников в очагах, также появляются и новые очаги. После 11 мая откроется плановый прием в поликлиниках? Нет, я не открою плановый прием после 11 мая. Пока не достигнем существенного спада заболеваемости, я такого распоряжения на открытие планового приема не дам. Мухи могут быть разносчиками вируса? Нет. Как обстановка в районах? В районах обстановка остается сложной, потому что я говорю, сейчас именно районы начали нам давать прирост. Уже порядка 30, даже более 30% заболевших это с районов. Славная сложная обстановка сейчас в Яшалтинском районе, где уже приближается количество заболевших, именно жителей Яшалтинского района, 30, и там появляются новые очаги заболевания. Не менее простая обстановка и в других районах республики. Академик Чучалин, который изучал коронавирус 20 лет, рекомендует лечить агелием азотом. Есть такая возможность в Калмыкии? Нет. Такой возможности и соответствующего оборудования у нас на данный момент нет. И данный метод пока не имеет официально рекомендованного, который можно использовать. У меня хронический бронхит и кашель постоянно, но сейчас першит горли, и кашель небольшой. Может, это простуда обычная, температура нет. Ну, скорее всего, это просто простуда. Обратитесь к терапевту. Когда ведут ЧАЭС? Я не знаю. Люди не понимают, что такое положение ЧАЭС или чрезвычайное положение. На сегодняшний день в городе Иллисте у нас объявлена уже ЧАЭС, чрезвычайная ситуация. Люди путают они с чрезвычайным положением, но это уже в условиях военного времени не вводится. Там очень жесткий режим. Поэтому на сегодняшний день те меры, которые приняты, они достаточны. В основном, это самосознательность граждан. Пройден ли пик заболеваемости в республике? Я думаю, что нет. Мы к нему еще даже не приблизились. Совершенно согласен. Почему не берут анализы у всех медработников? Меданализы мы будем брать у всех медработников, но, к сожалению, все наши три лаборатории работают с полной нагрузкой. И надо отдать должное и лаборантам, и врачам, которые там работают, что сейчас они ведут борьбу по сути в круглосуточном режиме. К сожалению, мы не можем запланированно проводить определенное количество медицинских работников. Потому что нужно отрабатывать очаги, чтобы коронавирус не получил стремительного распространения. По возможности мы обследуем медработников. Еще не забывайте, мы обследуем еще группы риска. Это и коллективы закрытых социальных учреждений, это и пенсионеры старше 65 лет, это сейчас идет призыв, будем призывников обследовать, это и работники правоохранительных органов, которые помогают нам в проведении противоэпидемических мероприятий. И в первую очередь мы обследуем тех медработников, которые работают на передовых. В первую очередь мы обследуем их так называемое первичное звено и все остальное. До них тоже руки дойдут, но на сегодняшний день пока нет технической возможности. Если заболеет много людей, то выработается коллективный иммуниститет, и вторая волна будет легче. Зачем тогда самоизоляция? Если мы пустим этот процесс на самотек и, допустим, зараженность огромного количества людей, то мы просто не успеем оказывать помощь всем заболевшим. И тогда смертность у нас будет просто феноменальная. Вы хотите, как в Швеции или в Италии, чтобы смертность у нас была 15-17%? Там, где не было, видимо, самоизоляция. И тогда мы потеряем каждого десятого жителя республики, а то и больше. Хочу приехать из Питера и пройти изоляцию в обсерваторе. Насколько велика вероятность заразиться в обсерваторе? Заразиться в обсерваторе вероятность минимальная. Пожалуйста, приезжайте. Обсерваторы у нас готовы и есть. Так, про анализу медработников у всех. Вы говорили, когда эпидемия только началась, что введете ЧАЭС, тогда, когда будет более 100 зараженных, уже 300. Режим ЧАЭСа введен. И если бы население 100% исполняло те рекомендации, которые даны в постановлении, было бы намного легче. К сожалению, у нас процентов 30 населения в городе, а в районах республики и того больше, полностью игнорируют рекомендованные методы самоизоляции и защиты. Когда можно будет сдать платный анализ? Платные анализы, надеюсь, сразу после праздников, потому что договоренность с частной компанией мы достигли. Они сейчас завозят оборудование, оборудуют кабинеты. И во всех районах республики, и в городе Элисте, по крайней мере, в трех местах будут открыты кабинеты, где можно будет сдать анализы на платной основе. Пожелания. По Яшкуле вопрос. Почему нет лекарств в Яшкульской инфекционной больнице? Все необходимые лекарства в Яшкульской инфекционной больнице пока есть. Если им чего-то не хватает, они могут написать заявку, финансовые средства на это имеются. Гораздо сложнее сейчас с поиском самих лекарственных препаратов, потому что некоторые группы лекарственных препаратов, ввиду их высокой востребованности, сейчас попали просто в группу дефицитных. У нас сейчас буквально все главные врачи, все отделы закупок, всех учреждений, не только медицинским, согласно нашей потребности, которую мы передаем во все инстанции, сейчас все заняты поиском лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Но, к сожалению, на рынке сейчас, скажем так, эти позиции просто в дефиците, и находить удается буквально их по крохам доставать. 30 апреля приехал медработник и взял мазок. При этом никаких документов не спрашивала, никаких документов я не подписывала. Скажите, как должна проходить процедура? Результата до сих пор нет. Ну, если медицинский работник приехал к вам за мазком, он уже знает, где вы живете, какой ваш возраст, где вы были за последние 14 дней. Ему не нужны никакие документы. Почему мы вышли-то вот на этих контактах? Потому что мы знаем про них. Другое дело, что страдает обратная реакция, люди интересуются результатами анализов. Ну, граждане, поймите нас, что на сегодняшний день у нас количество контактных приближается уже к 3000. И поэтому физически невозможно каждому выписать какой-то документ об отрицательном анализе. При положительном анализе к вам приедет эвако-бригада, посмотрит ваше состояние, ваши условия, определит, оставляет вас дома, если у вас легкая форма, или в изолятор, если у вас есть стесненные условия проживания, там есть родственники, там члены семьи, пожилые, хроники и так далее. На сегодняшний день люди поймите, что медицинских работников не так много, и каждому выписать результаты, то, что у него отрицательны, ну, невозможно своевременно, по крайней мере. Мы работаем над этим, но, к сожалению, мы не боги. Стоит ли вообще давать разрешение на открытие парикмахерских, ведь расстояние между креслами клиентов минимальное? Там есть жесткие требования по соблюдению социальной дистанции. Если между креслами не будет составлять минимум 2 метра, эта парикмахерская не будет работать. Медики заражаются на работе. Почему не изолируют контактных? Медики действительно заражаются. У нас есть случаи заражения в республиканской больнице, во многих других учреждениях. Большинство контактов действительно происходит на работе. Но, с учетом того, что, скажем так, существует бессимптомная форма проникновения пациентов с бессимптомной формой, допустим, с аппендицитом, с гипертоническим кризом, инфарктом, инсультом, любым женским воспалительным заболеванием, да с любой болезнью, пациент, который внешне не имеет признака коронавирусной инфекции, может попасть в больницу. Это один путь проникновения, скажем так, заражения в условиях медицинского стационара. Второй путь возникновения, проникновения инфекции, это когда медицинские работники, работники содействующих служб, бухгалтерии, все вы прекрасно знаете, что те, кто находится не на казарменном положении, отработав свою смену, уходят домой. И, к сожалению, я, конечно, верю своим медработникам, но нет все равно стопроцентной уверенности, что по пути домой, находясь дома, выходя в магазин, они на 100% защищают себя от окружающих. И кто-то из них может заразиться дома и прийти также на работу с бессимптомной формой и заразить своих коллег. Нигде пока, ни в России, ни в мире, не удалось добиться стопроцентной защищенности медицинских учреждений. К сожалению, печальный опыт показывает, что зачастую именно больницы становятся теми очагами, поскольку там наибольшая скучность населения в период эпидемии, становятся очагами крупными коронавирусной инфекцией. Этого, к сожалению, до конца не удается избежать и нам. У нас была серьезная вспышка в республиканской больнице, когда пришлось всем отделений закрыть на карантин и протестировать буквально, по сути, всех медицинских работников и всех пациентов, которые там лежали, выявив довольно большое количество больных. Такие факты и случаи есть. Тут многое зависит от того, насколько оперативно руководство больницы среагирует и насколько жестко оно ограничит все контакты, разобщит, изолирует, ну, сделает то, что необходимо, то, что рекомендует Роспотребнадзорным. Тогда это удается гасить быстрее. Где-то получается быстрее, где-то, к сожалению, не так быстро. Но с этим бороться можно и нужно. Но дать стопроцентную гарантию, что ни с пациентом или с кем-то из медработников или с содействием пиццернала вирус не попадет в больницу, к сожалению, такие гарантии дать невозможно на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, когда будут давать... ...черезно, у нас есть... ...многих других... У нас была серьезная вспышка в республиканской больнице, когда пришлось 7 отделений закрыть на карантин и протестировать буквально, по сути, всех медицинских работников и всех пациентов, которые там лежали, выявив довольно большое количество больных. Такие факты и случаи есть. Тут многое зависит от того, насколько оперативно руководство больницы среагирует, насколько жестко оно ограничит все контакты, разобщит, изолирует, ну, сделает то, что необходимо, то, что рекомендует Роспотребнадзорным. Тогда это удается гасить быстрее. Где-то получается быстрее, где-то, к сожалению, не так быстро. Но с этим бороться можно и нужно. Но дать стопроцентную гарантию, что ни с пациентом или с кем-то из медработников или с содействующей пиццернала вирус не попадет в больницу, к сожалению, таких гарантий дать невозможно на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, когда будут давать целевые направления для поступления в медвузы? Целевые направления для поступления в медвузы будут давать тогда, когда придут целевые места. Пока еще вообще нет понимания, когда будут вступительные экзамены. Какая обстановка в роддоме? Есть подтвержденный анализ у беременной? Как будут рожать контактные? На сегодняшний день все сотрудники роддома обследованы, все пациенты, которые находились на лечении совместно в одном корпусе с данной беременной, тоже обследованы. В роддоме у нас выявлен один случай еще кроме этого. Все контактные сейчас изолированы, за всеми ведется наблюдение. Вспышку там удалось не допустить. Поэтому сейчас роженицам ничего не угрожает. Кроме этого, все беременные за две недели до планового срока родов, как вы знаете, что беременность – это процесс физиологический, это не болезнь, это нормальное состояние организма. Все беременные, перед тем, как поступить на роды, будут в амбулаторном порядке, в первую очередь, должны быть изолированы. Самоизоляция на дому, прекратить все контакты со всем своим окружением – это раз. И второе – медицинские работники, Роспотребнадзор перед госпитализацией в течение 14 дней двухкратно их будут обследовать до срока родов. Если беременная поступает по экстренным показаниям, то она не будет рожать в общих родовых залах. У нас создан специальный обсервационный родильный зал в отдельно стоящем корпусе роддома, и необследованные беременные будут рожать там, и тут же у них будет браться анализ. Если у них все в порядке, нет ковида, то они потом будут переводиться. А так они будут рожать в отдельно созданных помещениях. Почему медработникам Ешелтинского района пришла зарплата за апрель меньше, чем обычно? Первый раз об этом слышу. Я вчера встречался и с медицинскими работниками Ешелтинского района, и с руководством больницы, главным врачом, заместителем главного врача, работниками скорой помощи. И, честно говоря, они были все довольны. А тот коллектив, который находится внутри госпиталя, вообще-то решил остаться еще на одну смену там. Поэтому жалоб по Ешелтинскому району вчера не было. Я лично там был. Есть ли больные с бронхиальной астмой? Конечно, есть. Скажите, пожалуйста, что делают с бессимптомными носителями, и сколько они по времени заразны? По времени они заразны. Ну, среднее в течение заболевания от 10 до 14 дней у нас проходит. Потом появляются отрицательные анализы, и после второго отрицательного анализа человек считается здоровым. Будут ли дети ходить в школу? Нет, не будут пока. Так. Когда и где можно сдать платный анализ? Может отвечать. Да, да, да. Так, так, так. Ну да, в принципе, здесь вопросы уже повторяются. Да, просто присылайте на инстаграм, нам на сайт, к нам в Роспотребнадзор. Мы все равно все вопросы отсматриваем, готовы будем ответить. М-м-м. М-м.